Твоя мать ещё не сдохла? Через сколько она сдохнет? Б-б-б-б-б-б, сука, микрофон в жопу выми, пидорасы. Этот видеоролик вы уже видели. Это перезалив. Перезалил по той причине, потому что один дружок одного мамкоёба решил кинуть на него страйк. Прошу каждого поддержать видео лайком и комментарием. И посмотреть его ещё раз, до самого конца. К тому же, про того самого мамкоёба тут есть новые пруфы. Приятного просмотра. Не хорошо, в отличие от твоей ёбаной шлюхи. Которая родила такого выпердыша, как ты. И да, пользуясь случаем, Вова стример. Твоё время скоро придёт? Как не свою мать шлюху? Да не, понимаешь, просто он, да я мать была, ага. Данный видеоролик от и до пропитан ненавистью, хейтом, токсичностью и приправлен фирменным отцовским юморком. Поэтому всех моралистов и мамкиных критиков прошу отойти от экранов. А если от экранов отойти не хочется или нет возможности, вырубайте нахрен звук. Чтоб ваш маленький передачило не заполыхал синим пламенем. Возможно, прямо сейчас вашего любимого ютубера и кумира обосрут с головы до ног. Нихуя себе. Вашему вниманию топ самых зашкварных ютуберов по Free Fire. Ютуберов, которым пора бы уже свалить кедрений фене и уйти играть в Браво Старс. Ты чё, охуел, блядь? Ничего против Браво Старса не имею, просто первое, что пришло в голову. Топ никто на меня не обижался, давайте переснимем. Вашему вниманию топ самых зашкварных ютуберов по Free Fire. Ютуберов, которым пора бы свалить кедрений фене и уйти играть в какие-нибудь Барби. Так лучше, да? Всем привет, братья и сёстры, на связи Отец Евген. Здорово, Отец. Добро пожаловать на новенький видеоролик, в котором прямо сейчас я расскажу вам о самых зашкварных ютуберов в нашей с вами игре. Прожимайте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. Присаживайтесь поудобнее и погнались. Кука. Наверняка многие из вас прямо сейчас вздумают, а какого хрена в этот список отставых дегенератов попал Кука? И я вам с радостью отвечу. Кука поехал кукухой и попал в нашу рубрику только из-за того, что в своё время нихеровенько так зашкварился и решил учить отца ебаться. Сынолька решил поддержать Жабеныча в трудный жизненный период. Это я сейчас про тот период, когда один очень крутой ютубер раскатал Жабеныча как какашку по асфальту на самосфале. Ну, он его разоблачил как-то. Сам Жабка в своей ответке сказал, что именно Кука был тем человеком, который уговорил снять Жабку то самое видео, после которого у всех не останется вопросов. Знаете, кто меня, во-первых, заставил в этот ролик посмотреть? И благодарю, кому этот ролик будет. Сейчас покажу. Смотрите. Не извини, что я тебе указал. Я надеюсь, вам видно. Да, вот. Бля, ты крыса. Более того, Кука был тем человеком, который вписался даже и в сам ролик. И на чёрном фоне, видимо, потому что является закомплексованным маленьким школьником, решил нам рассказать простым смертным, как мошенники воруют данные. Поэтому, братва, не ведитесь на это. Всем огромное спасибо, что выслушали. Продолжайте смотреть видосик. Ой, а что это такое? Кука, не разобравшись в проблеме, решил встать на сторону человека, который является одним из самых главных лицемеров в нашей игре. Тем самым, Кука, как я считаю, лишь показал, кто он есть на самом деле. Ведь недаром говорят, покажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Мне с этим жить? Вова Стример. А вот это вот, просто легендарнейший человек. Один из тех ютуберов, на которого очень многие мои подписчики просят снять полноценное разоблачение. Если ты не захватишь какую-нибудь мошеннику, поэтому чекай свою мать-шлюху, и всё. Долбоёб, что ли? При чём тут его мать? Ютубер Вова Стример, а.к.а. Человек Мем, а.к.а. Человек Кринж, а.к.а. Ебал твою маму, пока ты писал мне комментарий. Если кратко, то Вова это один из тех ютуберов, который за словами в карман не лезет. Ему только дай повод, и он готов пристроиться к любой мамке сзади и спереди. Один из самых агро-ютуберов во фрифайере, который на каждом своём стриме оскорбляет своих собственных подписчиков. Сэсмхэвацок, чекни свою мать-шлюху. Любой херне. Играешь хуже него, пошёл нахуй. Не поставил стенку, соси мой хуй. И хорошо, в отличие от твоей ёбаной шлюхи, которая родила такого выпередыша, как ты. И затащил раунд, пока я стоял раком, я ебал твою маму. Не, просто твоя мать-шлюха, и всё. Больше слышать не надо. Чекай свою мать-шлюху, и всё. Это самые коронные фразы данного ютубера, и поверьте мне на освою. Я их ещё очень лайтовенько так озвучил. Ну, потому что цензура, сами понимают. Меня смотрят дети. Нет, ну как красиво играешь. Чмошник, ну ты просто сын шлюхи, и всё. Понял, кто ты? Выкидыш помой на шлюшары. Просто выкидыш помой на шлюшары, и всё. Твоя мать ещё не сдохла? Через сколько она сдохнет? Бе-бе-бе-бе, сука. Микрофон в жопу выми, пидарасы. Вова, это один из самых сегодня зашкварных дегенератов на ютубе. Который лично у меня вызывает не только отвращение, но и искреннюю улыбку. Потому что на это миленькое лицо невозможно без неё смотреть. Ну, недаром же я его прозвал человеком-мемом. Fire KZ. L.K.A. Мамкин Бизнесмен. L.K.A. Постоянный участник Сарделька Апатии. L.K.A. Отрезал себе пенсион, чтобы заработать на компуктер. Совсем недавно этого персонажа я разоблачал и рассказывал, кто он такой и в чём провинился. По некоторым причинам я не могу в этом видео вставить все его зашквары. Потому что там просто какой-то лютейший трэшак. Но главный зашквар этого маленького бизнесмена, это, конечно же, Мадина. Мадина, привет! Мадина, привет! Именно Fire KZ был той самой легендарной Мадиной ФФ, которая хайповала на хайлайтик и собирала миллионы просмотров. Fire для того, чтобы заработать на комп, решил создать фейк-аккаунт и притвориться девушкой. И делает он это, кстати, успешно до сих пор. А в перерывах между делами со своими корешами, видимо, насмотревшихся стримы мыл-строек, который снимает апартаменты в Москва-Сити за сотен тысяч рублей, они снимают засорные холопы за тысячу тенге. И на развалином диване в десятерон с плотными ногами вещают своей аудитории о жизни. И учат их зарабатывать. Если кратко о системе его заработка, то выглядит это примерно так. Отрежь себе писюнчик и стань девчонкой. У Fire получилось и у тебя получится. И, наконец, заслуженное первое место в нашей рубрике самых зашкварных ютуберов во Free Fire. Жабеный Чиван Трофимов. Или Паранин, тут хер кто разберется. Он же Жабка, а.к.а. самый популярный ютубер в СНГ по версии канала Жабка Членов. А.к.а. Секси Тедди. А.к.а. горе-киберспортсмен. Я думаю, никому не нужно сейчас объяснять, почему именно Жабка возглавляет сегодня список самых зашкварных людей на ютубе. Косяков за его спиной столько, что если обо всем подробно рассказывать, ролик будет идти полтора часа. Кстати, именно столько он и шел, пока на него не кинули два страйка. Но если что, в сети есть огромнейшее количество перезаливов. Кто не смотрел, welcome смотреть, ролик бомба. Воровство чужого контента, обман своей аудитории, реклама мошенников, оскорбление других ютуберов за их спинами, многочисленные нарушения пользовательского соглашения. Жабка сегодня это один из самых лицемерных людей в интернете, которых мне доводилось вообще в принципе встречать в этой жизни. Это человек, который срал, не снимая штанов за последние три года минимум 118 раз и продолжает ходить под себя по сей день. Этот человек, копилка за шкваром, которая пополняется чуть ли не ежедневно. И самое смешное, что он все это знает и вообще не отрицает. И конечно же, очень хорошо, что сегодня его канал находится в глубочайшей заднице. Потому что таких людей, как я уже множество раз говорил, нужно гнать ссанными тряпками из нашего комьюнити. На протяжении долгих лет ты ставил себя выше других, обманывал, лукавил, лицемерил, оскорблял, унижал, угорал. А мое время, Ванечка, расплатиться за все это. Не удивительно, почему твой говно-канальчик сегодня не набирает даже и 15 тысяч просмотров за сутки. А сам ты возглавляешь мой личный список самых зашкварных ютубер. Красавка. Очень надеюсь, что данный формат и ролик в целом вам понравился. Если это так, поддержите его своим лайком. Покажите мне достойный актив и обязательно напишите комментарий, что думаете по этому поводу. И кто из ютуберов лично для вас самый зашкварный, а кто наоборот самый крутой и честный. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение и варианты. И кто знает, возможно в дальнейшем я сделаю еще одну такую подборочку. Например, топ-5 самых честных, самых крутых и самых любимых ютуберов. Или топ-5 самых хайповых ютуберов, такие тоже у нас имеются. В общем, пишите, ребят, в комментариях, какую рубрику вы хотели бы увидеть на моем канале. И я обязательно это сделаю. Ну а на сегодня это все. С вами был отец Евген. Любимый стример сына подруги твоей мамы. Прожимайте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если до сих пор на него не подписаны. Прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. И, конечно же, оставайтесь на связи. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»